Всем добрый день! В студии Рома Андаров. Это новости на Универтв. Сегодня выпуски. Ректор КФУ провел встречу с начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В КФУ состоялась церемония открытия конференции регистра доноров костного мозга «Сегодня и завтра». В КФУ проходит молодежно-научно-образовательный фестиваль имени Льва Толстого. Ректор КФУ провел встречу с начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Беседа состоялась в рамках визита Владимира Чернова и делегации управления в Татарстан. Ректор КФУ провел встречу с начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым. Гостям рассказали о возможностях, которые открыты перед университетом, и инфраструктурой, которой обладает Казанский университет. На днях мы открываем поликлинику, она полностью реконструирована. На закрепленный контингент за поликлиники 80 тысяч, за стационарной клиникой 40 с небольшим тысяч, там около 42 тысяч населения всей республики. Значит, еще раз хочу сказать, что мы находимся в сети и полные СДНС и делаем технологические операции, которые финансируются по отдельной статье. Ильшат Гафуров отметил, что на данный момент в университете обучается более 44 тысяч студентов с учетом двух филиалов, а иностранных граждан более 7 тысяч по всем направлениям, представленных в Казанском университете. Таким образом, в Казанском федеральном университете сформировалась масса проектов, инфраструктурных возможностей и кадров для формирования повестки. Основная задача встречи заключается в том, чтобы определить, что еще можно сделать силами университета. Первым шагом, по мнению сторон, должно стать использование экспертов и самого университета как экспертной площадки. Значительная часть работы, значительная активность наша, она распространяется на университетские центры, которые положены в регионах России. Встреча завершилась обменом планами мероприятий, организуемых управлением президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. С одной стороны и Казанского федерального университета с другой. Что особенно важно, предполагается включение Казанского университета и вузов-партнеров в проекты управления. Лесяна Юпова, Ленардо Влесьяров, Неверньюс. В Казани состоялась церемония открытия конференции регистры доноров костного мозга сегодня и завтра. Главными организаторами выступил Благотворительный фонд помощи, Русфонд и Казанский федеральный университет. Почему развитию российского регистра донора крови уделяется особое внимание, в теме разбиралась Анна Глазунова. Благотворительный фонд помощи, Русфонд и Казанский федеральный университет занимаются развитием национального регистра доноров костного мозга. Все это делается для того, чтобы в кратчайшие сроки помочь тяжело больным людям. Именно эта тема стала главной на конференции регистры доноров костного мозга «Сегодня и завтра». Открытие состоялось в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Конференция проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Здесь решаются две глобальные задачи. Первая задача – это реально создание нового гражданского общества. Поднять на совершенно новый уровень сознания вот эту вот добровольность, волонтерство, когда каждый гражданин считает своим долгом помочь ближнему, помочь может быть даже тому, кого он никогда и не знает. При ряде тяжелых заболеваний, прежде всего при раке крови, спасти жизнь пациента может только пересадка костного мозга. К сожалению, очень низкая осведомленность населения по вопросам донорства костного мозга. Обсуждению этой темы на конференции уделили особое внимание. Люди не понимают, что трансплантация костного мозга – это трансплантация не спинного мозга, не головного мозга. Это всего лишь периферическая кровь, которая не принесет потенциальному донору никаких существенных осложнений, но при этом спасет жизнь человека, который нуждается в этом. Для того, чтобы пересадить костный мозг от неродственного донора, нужна генетическая совместимость. Для этого активно создаются регистры потенциальных доноров. Причем сейчас упор делается именно на создание национальных регистров. Ведь гораздо проще и быстрее найти совместимого донора среди людей такого же этнического происхождения. Я это вижу, например, по реакции людей на словосочетание пересадка костного мозга. Буквально три года назад, там, четыре люди от этого словосочетания падали в обморок. Это очень страшно. Сейчас мы получаем в день десяток, как минимум, писем или сообщения в соцсетях с разных концов страны. Люди пишут, я хочу быть донором, я хочу быть донором. Мы видим, что увеличивается количество поисковых запросов на эту тему, увеличивается осведомленность населения. Первая в России специализированная НГС-лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров костного мозга. Создана совместными усилиями КФУ и РУСФОНДА и введена в эксплуатацию в сентябре этого года. Это первая в стране лаборатория первичного типирования на высоком разрешении. В этом ее уникальность. Вторая ее уникальность, она делается на высоком разрешении, здесь типирование проводится. Третья ее уникальность, она делается абсолютно на благотворительные деньги. КФУ и РУСФОНД проводят множество акций, когда можно сдать кровь. Также в Татарстане большое количество медицинских клиник инвитро, образцы крови которых будут транспортироваться в Казань, в новую НГС-лабораторию КФУ. Это базы компьютерные, где стоят эти коды. И врач с фенотипом пациента заходит туда и ищет совпадение. Вот он нашел пару. Причем на высоком разрешении совпадения. Это практически 99, что так и есть. Да, обязательно подтверждающие типирование делается, но не такое дорогое, как после низкого разрешения. Для того, чтобы стать донором, достаточно заполнить анкету и сдать всего от 5 до 10 мл крови. Если у вас будет генетическая совместимость с пациентом, то для забора костного мозга необходимо будет ваше согласие. Он проходит полное медицинское обследование на предмет инфекции, а затем у него забирают костный мозг. Забор двумя видами происходит. Периферическая кровь или конкретно из бедра берут костный мозг. В конференции принимают участие представители Казанского федерального университета и РУСФОНДА, благотворительных фондов, врачи из России и других стран. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Свою работу начал 5-й научно-образовательный фестиваль имени Льва Николаевича Толстого. В рамках мероприятия был проведен конкурс буктрейлеров по произведениям автора. О подробностях вы узнаете в следующем сюжете. Регулярно в стенах Казанского федерального университета проходит молодежный научно-образовательный фестиваль имени Льва Николаевича Толстого. В этом году он проходит 5-й раз на базе Института филологии и межкультурной коммуникации при содействии Республиканской программы поддержки развития национальных языков Республики Татарстан. Одно из мероприятий программы – конкурс буктрейлеров по произведениям Льва Николаевича Толстого. Заявки на участие были собраны от вузов и школ города. В этом году, вопреки такой сложившейся традиции, у нас преобладают школьники в этом конкурсе, хотя обычно все-таки студенты были более активны. И не будем забегать вперед, но тем не менее мы отсматривали заранее буктрейлеры. И у нас сложилось впечатление, что школьные работы не только не уступают студенческим, но может быть даже где-то в чем-то их превосходят. Работы участников просматривали сотрудниками кафедры и привлеченными специалистами, приглашенными писателями из Москвы и Санкт-Петербурга и представителем Театра юного зрителя Валерией Лукиной. Среди участников победителей были выявлены по разным номинациям. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. 11 ноября в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась образовательная акция «Географический диктант». Подробности далее. Елабужский институт КФУ стала центральной площадкой для проведения международной акции «Географический диктант» в Елабуге. Проверить свои знания пришли не только студенты и преподаватели вуза, но и жители города. Число участников составило 87 человек. Цена направлена на то, чтобы вовлекать молодежь в просветительские проекты, связанные со знаниями, с культурой, с наукой, с географией своей родины. Для того, чтобы студенты, школьники, все заинтересованные люди, молодые и взрослые в том числе, они немножко вспомнили свою страну. Интеллектуальное соревнование по атмосфере было похоже на викторину, а не на экзаменационные тестирования. На решение задачи отведено ограниченное количество времени – 45 минут. Я познакомилась с новыми ребятами. Также я поняла, что мне нужно подтягивать географию. Там были вопросы, которые можно было логически подумать. У меня появилась мотивация изучать еще больше городов, стран и так далее. Ознакомиться с результатами можно будет на официальном сайте диктанта в конце месяца. Диана Шилова, Лешат Ахмадеев, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. Это были новости на Универ ТВ. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok